Ну, я еще раз вас всех приветствую, собственно, я представлюсь, я преподаватель центра специалист, меня зовут Елена Гречко, я являюсь преподавателем пользовательских курсов 1С. Курсов у нас, ну, очень большое количество, но я могу говорить только про 1С. В общем-то, вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, сейчас я вернусь на минуточку к нашему первому слайду, это, конечно же, вопрос аванса. Все мы с вами, опираясь на наше законодательство, обязаны делать выплату сотрудникам 2 раза в месяц и уже давно то время, когда, может быть, кому-то и знакомо, когда брали с сотрудников заявление с просьбой делать выплату 1 раз в месяц и это срабатывало, это время, к сожалению, ушло безвозвратно. Теперь мы с вами обязаны делать выплату аванса именно 2 раза в месяц. Собственно, из-за этого, из-за этого и возникла тема нашего с вами сегодняшнего разговора, но поскольку семинар рекламный, поэтому уж извините, но все-таки я упомяну, у нас есть целая цепочка курсов по программе зарплаты управления персоналом, именно ориентированная на расчетчиков. И вот как раз на первом уровне, когда мы берем программу просто новую, настраиваем ее и работаем, считаем зарплату, считаем, считаем, еще раз считаем, вот с стандартными типовыми отклонениями, в том числе обсуждается тема аванса. Естественно, без нее никак. Но я хочу поговорить о теме аванса немножечко в другом разрезе. Ну и, как всегда, мне удобнее показать. Наша с вами программа поддерживает три основных варианта расчета аванса. По умолчанию вариант расчета аванса, вы это наверняка все прекрасно помните, указывается у нас где? В кадровых документах, то есть, в частности, в том же приказе о приеме на работу. То есть, когда мы регистрируем прием на работу сотрудника, мы как раз и указываем на закладочке оплаты труда, ну или мы, или кадры, указываем вариант расчета аванса. Всего варианта расчета авансов у нас с вами три. То есть, это фиксированная сумма процентом и расчетом за первую половину месяца. Вопрос, кстати, вот у меня резунный. Вот из тех, кто присутствует, что у вас конкретно в организации, какой вариант выплаты аванса? Суммой, процентом или по расчету? Если вас не затруднит, будьте добры, в чат циферку. Сумма это один, процентом это два, по расчету это три. Так, я вижу так, процентом за фактически. Ага, ага, сумма, процент. Надо же. Ну, вот давайте все-таки поговорим о том, что у нас с вами есть в этой жизни. Ну, в первую очередь, на что хотела обратить ваше внимание, все-таки, в общем-то, я думаю, вы сами согласитесь, нас сейчас замучили проверками, замучили штрафами, то одно, то другое. И помимо стандартных требований у нас еще периодически, например, выходят с какими-то требованиями, предложениями Роструд, последние требования Роструда выглядят следующим образом, что мы должны платить за отработанное время, да? То есть за фактически отработанное время. И при этом, при этом еще и они говорят, что с одной стороны я не имею права удержать НДФИЛ, с другой стороны я должна стараться, чтобы суммы были одинаковые. Меня вот это вот требование Роструда, честно говоря, до сих пор повергает в состояние такое, я бы сказала, состояние легкого недоумения, легкого недоумения, но, к сожалению, он и есть. Ну, давайте посмотрим и обсудим, что же происходит в этой жизни, если речь идет о выплате аванса. Ну, вот у меня сейчас в тестовой базе есть энное количество сотрудников, и здесь у меня варианты разные, это в жизни-то не совсем корректно, но поскольку база тестовая, мне удобнее будет показывать, поэтому у меня, видите, кому-то расчетом за первую половину месяца аванс введен, кому-то, вот в частности, у меня имеет место быть фиксированная сумма, кстати, давайте я и заодно как раз что-нибудь и введу. Вот, я думаю, с нее хватит 10 тысяч. Ну и давайте тогда, раз у нас разные варианты, еще и добавим процентам. Ну, раз мнения разошлись, да, сейчас я к госпожи Петровой добавлю процентов, а почему нет, пускай будет 40 процентов. Ну, почему все-таки возникла вот эта тема, почему я ее предложила для разговора. В первую очередь, конечно же, это касается вот ситуации, которую я только что упомянула. От нас с вами требует роструд, вещи какие-то, по-моему, абсолютно невыполнимые в этой жизни. В любом случае, у каждой организации своя специфика, но нас волнует, конечно же, НДФЛ. Вот, что получается, если вдруг у меня тут просто есть начисленная зарплата, и я хотел бы предварительно кое-что показать. Значит, если речь идет о выплате аванса, многое будет зависеть просто от того, от того, что... Как у нас с вами в организации, да, реализован расчет аванса. Напоминаю, кстати, на всякий случай, чтобы вас тоже не смущало. Я, конечно же, как и все человек привычки, хотя прекрасно знаю, что, в общем-то, понятие аванса у нас с вами законодательно не существует. Хотя оно осталось в программе, что, в общем-то, наверное, не так плохо. У нас в документах по выплате есть выплачивать аванс, и, соответственно, программа будет делать выплату автоматически. В каком случае? В каком случае? Ну вот, госпожи Петровой, я только что, собственно говоря, на ваших глазах, в кадровом документе... В кадровом документе... Так, сейчас отключу. Указала, что выплата аванса ей будет идти процентом от тарифа. Та же постановка вопроса касается остальных господ, которые у меня сейчас фигурируют в документе. Я имею в виду вот там всякие снежные коробочки и так далее, и так далее. То есть, если мы говорим, что речь идет о выплате фиксированной суммой аванса, либо выплата процентом, то технология проста до безумия. Все, что от нас с вами требуется, это, собственно говоря, создать документ по выплате, указать период, указать, что мы с вами выплачиваем аванс, и нажать кнопку «Заполнить». Программа, ориентируясь на базу, нам суммы проставят автоматически. Единственное, что мы должны вспомнить для того, чтобы в базе было все четко и красиво, то, что мы НДФЛ с авансов не платим, а значит в банковских и кассовых документах мы не забываем щелкнуть по ссылке выплата зарплаты и перечисления НДФЛ, она у нас находится в левом нижнем углу экрана, и сбросить вот этот флажок на налог, перечислен вместе с зарплатой. Потому что мы, независимо от обстоятельств, НДФЛ с вами, как правило, с аванса не перечисляем. Хотя законодательные сейчас трактовки, я думаю, вы со мной согласитесь, они разные. Если сказать, встать в позицию, что у нас с вами речь идет о выплате зарплаты два раза в месяц, то тогда, в общем-то, с натяжкой можно и позволить себе все, что угодно. Но берем в расчет все-таки классическую постановку вопросов. Что касается авансов. Вот фиксированная сумма и процентом вот эти два способа, вот это уже моя точка зрения, имеют два больших недостатка. Недостатки какого рода? Программа, программа в частности, к сожалению, я не знаю, может быть, кто-то из вас работал в более ранней редакции 2.5. Там было немножко поудобнее, даже если я, например, указываю аванс фиксированной суммой. А сотрудник у меня часть месяца отсутствовал. То ли болел, то ли в отпуске был. Она хотя бы старая редакция 2.5 выдавала предупреждение на тему того, что сотрудник присутствовал не весь период. Проверьте сумму аванса и если надо ее подредактировать. К сожалению, вот именно такого предупреждения третья редакция не выдает совсем. Редакция 3.1 наша, да, вот текущая. И это крайне неудобно, потому что если мы будем невнимательны, то мы рискуем уйти в минус. То есть сотрудник у нас проболел большую часть месяца, а мы ему заплатили аванс, больничный не предъявлен. И в итоге получается, когда мы будем проверять с вами взаиморасчеты сотрудников, то увидим одну сплошную красноту. То есть здесь вот недочет, он имеет место быть. К сожалению, если бы программа выдавала предупреждение, то как-то было бы покомфортнее. Но у нового нет. Это первое. Второе. Фиксированная сумма, она, конечно же, от нас с вами подразумевает, что мы уже, например, учли тот момент, что с аванса НДФЛ не берется. Именно по этой причине, как правило, если выплата идет процентом, то ставится именно 40%, а не 50%. Но в контексте современных требований это совсем не хорошо. И один из лучших вариантов, который сейчас есть, конечно, в 1С, это как раз аванс по расчету за первую половину месяца. Ну и вот, я не знаю, по моим ощущениям, все постепенно приходят именно к ситуации, что все-таки комфортнее использовать аванс по расчету. Ну, с ним работа уже получается гораздо сложнее в некоторых аспектах, в частности, в контексте нашего с вами НДФЛ. Хотя, может быть, и не сложнее. Вы знаете, может быть, я даже бы сказала, и в некоторых случаях удобнее. Во-первых, если у меня аванс по расчету, то программа все-таки будет учитывать отсутствие сотрудника на рабочем месте, если это зарегистрировано соответствующими документами. То есть, если у меня там зарегистрированы, например, неявки, то программе уже этих данных хватит, и она не будет в полном объеме начислять аванс. Это раз. То есть, во-вторых, все-таки есть вот последнее требование рост труда на тему того, что аванс, то есть первую часть заработной платы мы с вами должны платить за фактически отработанное время. Ну и, наконец, именно здесь в первую очередь мы с вами можем поиграть с авансом. Ну, на всякий случай покажу, может быть, кто-то сталкивался, кто-то нет. В программе предусмотрена возможность изменения варианта расчета аванса. Для этого прямо есть отдельная группа документов. Вот в разделе зарплата называется «Сие изменения аванса». Я сейчас просто для того, чтобы мне было удобнее показывать, еще энное количество людей переведу на аванс по расчету. Соответственно, выбирается с какого периода. Ну, пускай будет апрель, например. Здесь не принципиально нам с вами сейчас. Выбирается способ расчета. Этим же документом обратите внимание те, у кого фиксированная сумма, можно задавать изменения аванса. Вот. То есть я могу, соответственно, выбрать. Вот если у меня, видите, у части есть фиксированная сумма, есть прежнее значение, есть новое значение. И новое значение аванса я могу или вводить ручками, там все что угодно, например, без проблем. Либо-либо, если всем, то есть кнопка «Установить размер», и я могу указать, что, например, у меня теперь у всех будет аванс фиксированной суммой в размере 15 тысяч рублей. Но с этим документом надо быть крайне аккуратными. Ни с каких соображений. Да потому что и этот же документ позволяет изменить вариант расчета аванса. Вот обратите внимание, у меня, например, есть здесь Булочкин, Собакевич. Видите, у них суммы отсутствуют. То есть в частности, в частности, вообще-то у них в кадровых документах, сейчас покажу как раз. Вот мой господин Собакевич. Сейчас, секундочку. Вот когда он принимался на работу, видите, у него был указан аванс с расчетом за первую половину месяца. То есть в данном случае программа это интерпретирует как что? Смену варианта расчета аванса. Далее, у Чичикова, вот я вижу, у него 0 рублей, да, соответственно, если мы с вами проверим кадровые документы, это говорит об одном единственном событии, что господину Чичикову вообще не была указана сумма аванса. Ну, это вообще криминал. Ну, можно, кстати, проверить и, если что, выставить. Вот. То есть вот этот документ изменения аванса мы в программе можем использовать в первую очередь для изменения сумм. мы можем с вами использовать для изменения процента. То есть если я скажу, что способ расчета у меня процентом от тарифа, то у меня есть возможность для всех сотрудников установить какой-то процент. Ну, а еще немаловажный момент. Им меняется способ расчета аванса. Ну, и чтобы мне было удобнее показывать, все-таки, видите, база тестовая, здесь людей немного. Я им сейчас гордо всем поставлю с апреля расчетом за первую половину месяца. Что для нас с вами становится тогда важно в этом случае? Именно по той причине, что выплата суммы и процентов в программе вообще никаких проблем за собой не влечет. Кроме одной достаточно серьезной, и я ее уже упомянула, это то, что можно случайно уйти в минус. То есть делать сотруднику выплату, хотя он большую часть первой половины месяца отсутствовал на рабочем месте. Аванс расчетом за первую половину месяца этим не грешит. Но тогда нам придется ежемесячно с вами регистрировать дополнительно отдельный документ, который называется начисление за первую половину месяца. Начисление за первую половину месяца. Ну вот сейчас я, допустим, там, не знаю, 17 апреля расчет идет. Программа по умолчанию ставит 15 число месяца сама автоматически. Ну и, собственно, нажимается кнопка за пол. Извините, я тут 17 ноября поставила, и хорошо, что увидела на автомате. То есть мы видим, что программа взяла первую половину месяца. Планируемая дата выплаты в моем случае будет, соответственно, 20 апреля. Но пока что для нас важно. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть закладочка НДФЛ. Программа посчитала всем НДФЛ, естественно. Ну и давайте возьмем в качестве ориентира Иванова. Вот у него результат 60 тысяч. НДФЛ 6 с хвостиком. НДФЛ 6 с хвостиком. То есть если я сейчас сделаю выплату, то что мы с вами увидим в первую очередь по Иванову? Давайте я ему создам выплату аванса за апрель. Создам выплату аванса за апрель на дату 20 апреля. И заполню. Так, где мой любимый Иванов? Сейчас, секунду. Иванов у меня вообще решил жить без аванса. Какая прелесть. Как я люблю некоторые моменты в этой жизни. Знаете, ничего не ожидаешь. За одним исключением. У меня же Иванов еще и алименчик. Так, неудачно. Давайте тогда в качестве ориентира что ли Булочкину возьмем. Да. Значит, смотрите, что получается при выплате. При выплате. Вот мой Булочкин. Вот у него идет выплата, в частности, начисление зарплаты за первую половину месяца. В размере 17 тысяч. То есть, возвращаясь к нашему разговору. Возвращаясь к нашему разговору. Да, это все задается. Илья Елен, посмотрите, пожалуйста, настройки по зарплате. Просто у нас сейчас тема разговора немножко другая. Времени не очень много. Посмотрите в настройках. Там можно задать и очередность, и все на свете. Это можно. Просто у меня здесь в тестовой базе не задано. Зайдите в раздел зарплаты. Настройка расчета зарплаты. И посмотрите, там есть и очередь. Просто я не хочу отклоняться от выбранной темы. Здесь действительно есть одна очень интересная вещь. Вот я вам показала начисление за первую половину месяца. Обратила внимание, что есть закладка НДФЛ. То есть, по сути, программа по умолчанию что делает? Она сумму к выплате считает как начисление за минусом НДФЛ. Но, опять же, не знаю, насколько вы заглядывали в настройки. Причем, что здесь для нас с вами важно, как будет вести себя документ по начислению аванса за первую половину месяца, начислению за первую половину месяца, будет во многом зависеть от того, что мы с вами указали в настройках. Но только не в настройках расчета зарплаты, куда я сейчас предлагала Елене по поводу исполнительных листов посмотреть, а в настройках учетной политики. Настройки учетной политики у нас с вами хранятся в реквизитах организации. Там, сейчас пока она у меня открывает, покажу. У вас на всякий случай это есть на слайдах. Вот она, настройка НДФЛ. Именно из учетной политики. То есть все на всякий случай это у нас с вами здесь тоже присутствует. Открывается карточка организации. В карточке организации на последней закладке учетная политика и другие настройки есть вот эта ссылка. Учетная политика. К сожалению, если говорить о реальной жизни, мы далеко не всегда и далеко не сразу заглядываем с вами в какие-то настройки. Как правило, все-таки постановка вопрос какая. Мы программу один раз настроили и живем долго и счастливо. Программа не стоит на месте, она периодически обновляется. Изменения вносятся в том числе и в учетную политику. И окно учетной политики с некоторых пор выглядит достаточно устрашающе. Я имею в виду в плане большого количества закладок. Если вы помните, еще буквально в прошлом году, в общем-то, окошко было весьма маленького размера. И тут указывали ставку взносов ФСС, расчет зарплаты и как выплачиваются пособия. Но теперь у нас есть отдельно закладочка НДФЛ. И посмотрите, разработчик нам предлагает несколько вариантов по авансам для работы. Вот исчисление НДФЛ с аванса. Смотрите, я могу его исчислять. И у меня эта настройка рекомендуемая разработчикам, как видите, включена по умолчанию. Я могу его не исчислять совсем. И я могу сказать, что необходимость указывается в документе начисления аванса. То же самое удержание исчисленного НДФЛ с аванса. Я могу его не удерживать. Я могу удержать при выплате аванса. И я могу указывать в документе. Вот давайте-ка мы последовательно с вами вот эти варианты и будем рассматривать. Ну, если берем классическую постановку вопроса, то это то, что, в общем-то, предлагается разработчикам вот в качестве рекомендации. Ну и возвращаясь к нашему разговору, да, вот она классика жанра. То есть в документе по начислению за первую половину месяца я сейчас еще раз открою, чтобы вы убедились, что ничего не поменялось абсолютно. Чисто визуально обратите внимание, для нас сейчас это важно. Документ выглядит точно так же. И, соответственно, я сейчас открою выплату. Так, вот у меня... Так, это была мартовская, я апрельскую тогда создам. Я ее не сохранила. Сейчас я открою выплату, просто перезаполню документ. Здесь, как видите, тоже, опять же, никаких пока изменений не происходит. Давайте посмотрим, что же еще предлагается разработчикам и как это будет выглядеть в программе. То бишь, я возвращаюсь к вопросу настройки учебной политики, потому что действительно многое будет зависеть именно от нее. Повторяю, как будет у нас с вами вести программа с авансами, это в настоящий момент находится в карточке организации в учетной политике. Вот, смотрите, я могу сказать, что мне аванс вообще исчислять не надо. Так, коллеги, я сейчас для того, чтобы было нагляднее, сначала покажу поведение вот этих вот трех опций, да, а потом, соответственно, по удержанию. Не исчислять. Возьму тот же самый документ, который я только что для вас перезаполняла. Да, нет, даже, пожалуй, лучше, чтобы она быстрее думала, даже новое открою, сначала покажу. Смотрите, вот документ, документ начисления зарплаты, но сейчас вот видно, нет, закладочка НДФЛ у меня заблокирована. Заблокирована. Вот мой апрельский документ, вот он тоже, видите, я не могу заглянуть на закладку НДФЛ. То есть в данном конкретном случае, да, хоть я его там перезаполню, документ хоть нет, ни программа НДФЛ не исчисляет, не исчисляет. И, соответственно, ведомость банк, ведомость банк по авансу. У меня, видите, суммы поменялись. То есть выплата пошла уже совсем другого рода. Но пока вернемся к первым опциям, к первым опциям. В частности, если я говорю, что мне не нужно исчисление НДФЛ, в документе по начислению за первую половину месяца блокируется закладка НДФЛ. Если я покажу, да, видите, вот у меня здесь я химичу, туда-сюда кручу документ. Соответственно, вот у меня сейчас есть НДФЛ, да. Но если мы ради частоты эксперимента поступим следующим образом. Я старый документ пометила на удалении, создам новый и его заполню. Видите, она мне НДФЛ считает, то есть она мне его показывает. Но, собственно говоря, при этом, при этом я все-таки, все-таки могу понять. Вот эти 15 тысяч это удержание. То есть вот в данном случае это я вижу, сколько удержано. А сам НДФЛ, извините, я сказала НДФЛ, оговорилась, прошу прощения. Сам НДФЛ мне программа не рассчитывает от слова совсем. То есть вот у нас второй вариант. Программа будет делать расчет первой половины. И НДФЛ она, в принципе, не удерживает. Если честно, мне кажется, в работе это вариант один из самых неудачных. А вот удачненький и любименький, это последняя необходимость исчисления налога указывается в документе начисления аванса. Вот оно. Вот это красота необыкновенная. Почему? Потому что теперь, если я решу начислять аванс, если я решу начислять аванс, то обратите внимание, у меня в верхней части документа появилась вот эта опция отложить расчет налога до расчета зарплаты в конце месяца. То есть у меня появляется возможность выбора. У меня есть возможность выбора. Если этот флаг не стоит, сейчас я перезаполню документ. Если этот флаг не стоит, то мне программа посчитает за первую половину месяца суммы, посчитает НДФЛ, и к выплате по умолчанию она сделает все как положено. То есть вот у меня все это присутствует. Но ситуации бывают разные, и поэтому у меня есть вот такая вот опция отложить расчет налога до расчета зарплаты в конце месяца. В конце месяца. Тогда, как видите, закладка НДФЛ блокируется. Я уже даже на нее зайти не могу. И получается, что в данном конкретном случае выплата уже пойдет, а расчет НДФЛ программа сделает в конце месяца. Вот это, кстати, опция. Это то, что заявляет нам Роструд, что мы должны делать выплату по факту с вами, аванс выплату по факту, а потом уже, потом уже в конце месяца все-таки удерживать НДФЛ. Хотя, в общем-то, по моим ощущениям, это получается весьма кособоко, то есть в аванс будет сумма больше, чем выплату зарплаты. А это уже вариант не очень удачный. Но хочу обратить ваше внимание на плюс вот этой настройки. На плюс вот этой настройки. Мы с вами можем реагировать по ситуации. По ситуации. Наши с вами сотрудники, они в этой жизни же ждут, чтобы действительно зарплата была примерно равными долями. А теперь, я думаю, может быть, со мной согласятся те, у кого есть сотрудники, работающие по сменным графикам. Вот даже если брать график два через два, два сотрудника. Два дня работает, два дня отдыхает. Получается, что у одного человека по графику будет за месяц 14 рабочих дней, у другого 15, к примеру. То есть уже в зависимости от этого обстоятельства человек в аванс может получить сумму меньше. Может получить сумму меньше. Это я в качестве примера привела график два через два. А если у нас с вами сутки трое, то тогда на первую половину месяца у кого-то попадется 4 рабочих дня, у кого-то 3 рабочих дня. И уже ни о какой примерно половине выплаты речи быть не может. Исходя из этих соображений, в общем-то, мне тогда никто не мешает заполнить документ, посмотреть на результат и уже в зависимости от этих сумм сделать выбор. сделать выбор. То ли я сделаю выплату сразу, отложив НДФЛ, то ли все-таки я отложу расчет налога до конца месяца. То есть у нас появляется возможность этим управлять. И в некоторых ситуациях это, кстати, весьма неплохая возможность. Действительно так и есть. Но, то есть вот, вот эта опция, если она не включена, если вы в учетной политике просто включили, вот стандартный вариант. Если все-таки вы понимаете, что в силу, да, вот когда бывают еще там праздничные дни и так далее. Вот май месяц этим очень, например, характерен, когда со стандартными настройками человек аванса получит 3 копейки, потому что там был километр праздничных дней и потом еще буквально там 2 метра рабочий. Тогда мы можем не исправлять руками. Напоминаю, все-таки программа очень капризна, когда речь идет о ручных исправлениях. Да, это можно, но чем меньше мы в 1С исправляем руками, тем лучше. А мы можем немножечко подрегулировать расчет, просто, соответственно, отложив до расчета в конце месяца, и тогда сумма к выплате будет поболее. Ну и то, что касается непосредственно удержания НДФЛ, то, что касается непосредственно удержания НДФЛ в учетной политике, удержания с авансом. У нас тоже здесь есть варианты не удерживать, удержать при выплате аванса и необходимость удержания указывается в документе. Вариант не удерживать у меня сейчас был включен, мы его с вами и так великолепнейшим образом все видели. Это в ведомости в банк, в ведомости в банк у меня нет НДФЛ. Ладно. Тут вот, да, есть момент очень любопытный. То есть вот у меня, смотрите, пошла сумма к выплате прекраснейшим образом. Если все-таки, я не важен по какой причине, мне надо вам показать просто, как это работает, если я включу команду удержать при выплате аванса. Извиняюсь. Значит, смотрите, здесь у меня идет стандартная ситуация, то есть я начислила за первую половину месяца, программа мне рассчитала НДФЛ. Вот у меня были какие суммы, давайте я просто перезаполню документ. И вот он результат. То есть обратите внимание, что у нас появился НДФЛ к перечислению. То есть если опираться на формулировку, что у нас все-таки законодательно нет такого понятия, как аванс, у нас его с вами нет, а у нас есть выплата заработной платы не реже, чем два раза в месяц, соответственно, вот такой вот вариант разработчикам предусмотрен. Он предусмотрен. То есть в том числе программа нам с вами может и сделать НДФЛ к перечислению с аванса. Ну и наконец последний вариант, который предусмотрен разработчикам в этой жизни. Опять же возвращаясь в учетную политику. Это необходимость удержания указывается в документе начисления. То есть если говорить о реальной работе, либо мы с вами берем стандартные варианты, либо можем сказать, что необходимость указывается в документе перечисления. Тогда у нас опять же будут происходить изменения в документе начисления за первую половину месяца. Начисления за первую половину месяца. То есть то, что касается исчисления аванса, я НДФЛ с аванса, я этим регулирую в верхней части. Вот у меня есть опция, то ли мне нужно, чтобы она сразу удерживала, то ли мне нужно, чтобы она удержала в конце месяца. Вот, а ежели говорить о выплате, то вот обратите, пожалуйста, внимание, что у меня сейчас в нижней части появилась возможность выбора, в нижней части документа. то есть или я могу сказать, что мне все-таки надо удерживать НДФЛ при выплате аванса, либо я могу отложить до окончательного расчета. Могу отложить до окончательного расчета. Что важно, вот эта опция перечисления налога, она будет активна только в одном случае. если у меня идет вариант стандартный по начислению аванса, если я не буду откладывать его расчет до конца месяца. Вот смотрите, как только я отключаю вот эту опцию отключить расчет налога, поле в нижней части документа у меня просто пропадает, то есть я его даже не вижу. А вот такой вот выбор, он мне дает возможность регулировать непосредственно в документе начисления, как будет идти выплата аванса. То есть, если я скажу при выплате аванса, при выплате аванса, то тогда у меня соответственно в ведомости, в ведомости в этом случае будет заполняться ведомость не только суммами аванса, но и суммами НДФЛ. если я все-таки в документе по начислению за первую половину месяца скажу, что мне требуется при выплате зарплаты после окончательного расчета, после окончательного расчета, то тогда в ведомости в ведомости я сейчас просто перезаполню. Вот, как видите, идет абсолютно стандартная постановка вопроса, то есть НДФЛ будет программой исполняться к уплате перечисления уже в документе по начислению зарплаты. То есть вот такая постановка вопроса присутствует на настоящий момент, на настоящий момент, я это показала на примере аванса по расчету, но я же не зря у вас перед этим спрашивала, какой у вас вариант расчета аванса, то ли суммой, то ли процентом. Возвращаясь к нашему разговору, я сейчас пойду по пути наименьшего сопротивления, ну, просто, чтобы мне не быть голословной, я просто помечу на удаление документ, которым я всех перевела на аванс по расчету за первую половину месяца, и напоминаю, что у меня там есть часть сотрудников, которые получают аванс фиксированной суммой, у меня есть часть сотрудников, которые получают аванс процент. В этом случае, к сожалению, у нас возможности выбора практически нет, практически нет, почему, потому что мы не делаем с вами документ по начислению, извините, промахнулась, по начислению за первую половину месяца, мы с вами документ по начислению за первую половину месяца не делаем, а мы делаем сразу же выплату, мы делаем сразу же выплату, и в данном конкретном случае единственное, что может быть разумным, но не так, как бы нам хотелось, а вот именно с точки зрения работы. Я возвращаюсь к настройкам по НДФЛ с авансом. Вот в учетной политике, смотрите, исчислять НДФЛ с аванса, давайте я скажу, что мне его надо исчислять, да, и соответственно я еще добавлю, добавлю, что мне надо удерживать НДФЛ с исчисленного аванса. Да, ну то есть решила я так скомбинировать. Вопрос в том, что в нашей конкретной ситуации, если аванс платится фиксированной суммой, к сожалению, результат будет неутешителен, неутешителен. То есть если в первом случае я показывала и мне захотелось и я взяла и указала, что мне нужно НДФЛ удержать, мы с вами сразу видели, да, а вот расчет за первую половину, сейчас, секундочку, давайте я даже вот, вот у меня мартовский документ, он как раз вот этими суммами четко заполнен, я вот его просто перезаполнил, видите, не меняется, да, и расчет за первую половину месяца, конечно, покажу без удержания НДФЛ, вот, я говорю, что мне не надо исчислять, я говорю, что мне не надо удерживать, ну, котик, ага, и просто перезаполняю документ, как видите, у меня здесь просто ничегошеньки не меняется, то бишь, я немножко подытожу, если у нас с вами аванс платится фиксированной суммой или процентом, то здесь отрабатывает классическая постановка вопроса, мы тогда сумму, как правило, с вами аванса указываем за вычетом НДФЛ, правильно же, мы с вами тогда, как правило, все-таки чаще указываем, что процент это будет 40%, и у нас просто идет выплата зарегистрированная, ну, и, как я уже говорила, есть недостаток, в этом случае не учитывается отсутствие сотрудника на рабочем месте, в первой половине месяца, если все-таки мы с вами выплачиваем третий вариант, устанавливаем аванс по расчету за первую половину месяца, аванс по расчету за первую половину месяца, то тогда у нас все-таки появляется вариативность, то есть мы можем в учетной политике, можем в учетной политике с вами уже определиться с выбором, либо взять рекомендуемые варианты, ну, это классика жанра исчислять, но не удерживать, или один еще, вот как я уже упомянула, из неплохих вариантов, это сказать, что необходимость исчисления аванса указывается в документе, то есть тогда у нас появляется вариативность, как раз вот в коротких месяцах, когда есть праздничные дни, и программа по расчету по счетам в рабочие дни начинает человеку начислять три копейки, то мы в самом документе по начислению аванса можем с вами это скорректировать, не трогая лишний раз суммы вручную, все-таки программа очень капризна, когда речь идет непосредственно о ручных исправлениях, а мы тогда можем в документе по начислению за первую половину месяца просто-напросто поиграть с вот этой опцией, то есть сказать, что нам надо отложить расчет аванса, расчет налога до зарплаты в конце месяца. В этом случае наши с вами сотрудники все-таки получат с умом без вычета аванса. Ну, то есть вот такая постановка вопроса, она существует в программе, знать о ней надо. Вот в слайде есть как раз документ по изменению аванса. Собственно, как я уже сказала, что это одна из тем, которая затрагивается вот у нас на курсе по расчету зарплаты. Ну, и, собственно говоря, собственно говоря, если все-таки вам это интересно, то приходите к нам в обязательном порядке. В общем-то, ближайший курс стартует 16 декабря, но и рассматриваем мы там не только авансы. То есть, как я уже сказала, настраиваем программу на ведение учета, обговариваем все настройки и начинаем считать зарплату. То есть с января, ну и до конца года просто в процессе расчета у нас кто-то заболевает, кто-то идет в отпуск, кто-то увольняется, кто-то становится злостным алименщиком и так далее, и так далее. То есть вот на этом уровне как раз мы рассматриваем основные типовые документы, ну и в общем-то если интересно, то приходите. Вот, собственно, то, что я хотела вам рассказать сегодня.